Замки Замки Одни из них выполнили широкую программу исследования планет, другие, как астрон и гранат, стали космическими обсерваториями. Та же модель стала базой для разработки век, первых космических зондов, позволивших науке вблизи рассмотреть загадочную комету Галлея. На разработку ушли годы. Вместе с тем ученые определили и первый объект нового эксперимента – загадочный спутник Марса ФОБОС. По пути к нему намечалась широкая программа исследований межпланетного пространства, Солнца и самого Марса. Десятки коллективов многих министерств создавали новую станцию, названную ФОБОС. Министерство общего машиностроения координировало эту громадную работу. Если в делах земных мы можем командовать сроками, ощущать себя властелинами времени, то в космосе нами командуют его законы – астрономические сроки пусков. Как часто мы забываем об этом. И, разумеется, не все успеваем, о чем потом приходится горько сожалеть. ФОБОС-1. 7 июля 1988 года. Ученые 12 стран вместе с советскими коллегами, специалисты Европейского космического агентства, создатели ФОБОСа и Протона, руководители разнообразных служб, приглашенные на космодром американские военные, все с волнением следили за стартом ФОБОСа, желали ему удачи. ФОБОС-1. 8 июля 30 секунд. Двигательная остановка первой ступени вышла на режим. 30 секунд. Антенны центра дальней космической связи начали многомесячную вахту. Вступил в работу новый наземный аппаратно-программный комплекс, созданный для управления ФОБОСами. Земля начала диалог со станциями. А особый зал ФОБОСов, в котором вскоре сосредоточилось все управление полетом, построили в ЦУПе. Все шло на удивление гладко и спокойно, хотя общение с умными станциями требовали особых навыков от операторов. Нужен был новый опыт, а его еще не было. И произошло непоправимое. Вводя программу в компьютер, оператор пропустил только одну букву. Поэтому бортовая ЭВМ приняла одну команду за другую и перекрыла пневмосистему. Аппарат лишился управления. Могло ли этого не быть? Но 24 января была отменена коррекция для перехода на орбиту вокруг планеты. Остановилась программа бортового управляющего комплекса. 25 января все прошло хорошо. Наступала 29-я, день, когда решалось все. Операции были необратимы. Или, или. Была разработана и отлажена специальная программа торможения и передана на борт. Четко выполнив ее, Фобос-2 вышел на околомарсианскую орбиту. Стал спутником Красной планеты. Первая часть программы была завершена. Оставалось самое трудное – сближение с Фобосом. Его положение баллистики знали в момент старта с точностью в сотни километров. Этого очень мало для сближения на десятки метров. И потому баллистики теперь не просто помогали управленцам, но и работали на науку. А Фобос помогал своими снимками выбрать район сближения, условия сброса зондов. Баллистики и управленцы перешли на круглосуточную вахту. А у ученых разгорелись аппетиты. Ну и то, что я очень хотел бы сказать вам всем, если бы было возможно все-таки дать нам еще одну орбиту до сближения, и предоставить нам очень много наблюдений после сближения. Спасибо. 28 февраля Фобос был переведен на промежуточную орбиту. Новые снимки Марса и Фобоса. Они позволили баллистикам и управленцам успешно провести аппарат на следующую синхронную орбиту. Выполнялась программа полета. Устойчиво работали системы аппарата. Ученые собирали богатую, уникальную информацию. Надежным было управление, опытом которого овладели специалисты. С борта Фобоса шли в центр все новые снимки, которые с понятным волнением рассматривали первые в истории зрители. Вскоре их увидел весь мир. 27 марта в ЦУПе началось совещание для решения главной проблемы – сближения с Фобосом. Цель была так близка. И вдруг не пришел очередной сигнал от станции. Подъем сменился тревожным ожиданием. Волнение в ЦУПе достигло предела. Последний прощальный сигнал появился на экранах спустя почти два часа и всего на 12 минут. И все кончилось. Что случилось там, на борту? Почему станция, завершив съемку, не повернулась к земле? Ведь только что все было хорошо. Опыт, знания, компьютерный анализ – все было брошено на помощь. Два месяца продолжалась эта работа. О своих предварительных выводах ученые рассказали на совещании, пригласив и своих коллег, и журналистов. Были рассмотрены три наиболее вероятные причины аварии. Первое. Аппарат мог пострадать от ударов метеоритов. На орбите спутника Марса вполне возможны и пыль, и раи метеоритов. В океане Вселенной на космический аппарат обрушиваются потоки плазмы и электромагнитных излучений. Под их действием аппарат может приобрести немалый электростатический заряд. И тогда нарушается, а иногда вовсе прекращается работа системы приборов. Это второе. Третье. Могла выйти из строя одна из служебных систем аппарата. Больше столетия вглядывается земная наука в Марс. Такой близкий и такой, как оказалось, не похожий на нашу планету. Какой путь прошел он и великолепные панорамы, полученные термосканом, тепловая карта Марса, его широкой экваториальной зоны. Ее четкость и контрастность даже выше, чем у телевизионных снимков. Они удостоились высочайших оценок ученых всего мира. Жаль только, что такой замечательный прибор был поставлен на станцию буквально в последний момент. Наши дела. Спортового управляющего комплекса. Аппараты, которые отправятся к Марсу в будущем, станут иными. В составе таких экспедиций будут и марсоходы, и многое другое. Но все это только тогда свершится в космосе, когда мы по-новому организуем всю нашу работу на Земле. Субтитры создавал DimaTorzok